Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от Куба Дорог на знание правил дорожного движения. Кто из водителей выбрал разрешенную траекторию для выполнения поворота налево? Нам предлагают следующие варианты ответов. Водитель желтого автомобиля, водители красного и желтого автомобилей, водители красного, желтого и белого автомобилей. Или в данной ситуации все водители выбрали разрешенные траектории для поворота. Правильный вариант ответа как всегда в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. Данный переверсток образован путем пересечения двух дорог. При этом на главной дороге организовано реверсивное движение, на что указывают соответствующая разметка, знаки и реверсивный светофор. К тому же, реверсивный светофор разрешает нашим водителям использовать реверсивную полосу. Чтобы определить разрешенные траектории для выполнения поворота налево, нам необходимо вспомнить основные правила выполнения поворотов. Поворот направо водители обязаны выполнять с крайней правой полосы в крайнюю правую. Поворот налево выполняется с крайней левой попутной полосы в любую свою разрешенную, за исключением случаев выезда на дорогу с реверсивным движением. При выезде на дорогу, на которой организовано реверсивное движение, водители обязаны и при повороте направо, и при повороте налево заезжать в крайнюю правую полосу. Опираясь на эту информацию, мы с вами легко и просто определим наших водителей, выбравших разрешенную траекторию для выполнения поворота налево. Водитель красного автомобиля, двигаясь по реверсивной полосе, выбрал крайнее левое разрешенное положение на проезжей части. Поворот налево ему в этой ситуации разрешен. Водителю синего автомобиля целью выполнения поворота налево следовало бы перестроиться на реверсивную полосу. Выполнять поворот налево с крайней правой полосы в данной ситуации ему запрещается. Водитель белого автомобиля, выполняя поворот налево и заезжая в среднюю полосу, нарушает требование знака 5-10. Он обязан был бы заехать в крайнюю правую полосу. Водитель желтого автомобиля, выполняя поворот налево, заехал в крайнюю правую полосу. Как раз этого от него и требовал знак выезда на дорогу с реверсивным движением. Разобрав все запреты, предписания и ограничения, мы с вами выяснили, что разрешенные траектории для выполнения поворота налево выбрали водитель красного и желтого автомобилей. Правильный вариант ответа номер 2. Ну вот, на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь задачей с друзьями или прокомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!